всем привет с вами кекс и сегодня я делаю шоколадную глазурь для торта это шоколадный глясаж буду делать я его именно на шоколаде на темном шоколаде как вы видите можно его делать на белом это зеркальная глазурь еще ее называют я думаю вы уже с ней знакомы и я буду делать один из самых простых вариантов ее приготовления я думаю что в принципе это у всех должно получиться единственное это наличие термометра и наверное кухонного блендера вот без него никак для этого нам изначально понадобится кастрюльки в которой мы будем варить сироп смешать 225 грамм патоки или глюкозы которая вот такая вот густая сразу скажу что я готовлю на полторы порции внизу в описании я укажу рецепт и на стандартную порцию и вот как я делаю на полторы чтобы вы могли для себя уже там варьировать может вам на две порции нужно будет может больше потом сюда патоки я добавляю воду и сахар из этого всего мы будем варить с вами сироп сейчас я ставлю это на маленький огонь чтобы она прогревалась и замочу желатин можно принципе желатин замочить заранее для того чтобы он набухал что кстати приветствуется так желатина нам нужно отмерить не так много на полторы порции это 15 грамм желатина и сюда тоже нужно будет добавить воду вода комнатной температуры не холодная не горячая иначе ваш желатин будет неправильно набухать добавляю водичку комнатной температуры и все нужно будет хорошенечко перемешать чтобы не было комочков кстати вы наверное знакомы мы сейчас вот с вами сделали желатиновую массу вы могли сталкиваться с этим понятием уже в других рецептах там где просто говорят добавьте там 50 грамм желатиновой массы вот знакомьтесь это именно желатиновая масса у нас получится теперь я взяла черный шоколад у меня весной шоколад вот моя желатиновая масса уже превратилась такую вот лепешечку желатин набух там у меня уже практически закипел сироп и сейчас еще мне нужно к шоколаду сюда добавить сгущенку я всегда сгущенку лью наверх желатина чтобы кипяток сироп который мы будем лить не соприкасался именно желатина потому что желатин вроде как бы не любит чтобы его кипятили поэтому делаю именно так сгущенка это не вареное обычное белое сгущенное молоко теперь посмотрим что там наш сироп нам кстати вот понадобится вот такой вот блендер сироп у меня варится сироп нужно доварить до температуры 103 градуса он кипит и надо вот 103 градуса и можно снимать снимаю я свой сироп кипящий и вливаю в массу шоколадную сгущеночную желейную массу даю буквально секунд 30 постоять для того чтобы начал топиться шоколад можно дать там минут две постоять и начинаю на медленной скорости обязательно на медленной скорости не поднимая как это правильно сказать ногу блендера на воздух начинаем взбивать слегка наклоняя его не держа перпендикулярно а именно чуть-чуть наклоняем это избавит нас от лишних пузырей воздуха и вот так вот взбиваем 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 до полной однородности вот какая масса у нас получается она еще довольно густая жидкая работать с ней еще нельзя нам ее нужно остудить хорошо бы конечно ее вы видите она покрывает новую миксера хорошо но стекает так как она еще жидкая хорошо конечно это все добро оставить на ночь остывать и допустим это в холодильник поставить и она тогда отстоится желатин начнет хорошо работать и потом нам нужно будет нагреть это до определенной температуры но у меня обычно к этому времени нет я вам сейчас хочу показать какая температура на данный момент получается у нашей массы и в каком состоянии вот она у нас сейчас жидкая и это у нас сейчас посмотрим на термометре сколько это у нас сейчас 56 57 градусов и это еще жидкая масса получается вот у нас изначально после перемешивания я накрываю встык пленкой и отправляю это добро остывать начале при комнатной температуре потом ставлю в холодильник холодильнике вот она у меня постояла буквально часа полтора если я не ошибаюсь и посмотрите получилась какая масса но в принципе подостыла но я не скажу что она хорошо уже отстоялась то есть лучше если вы сделаете допустим с вечера а утром будете работать вот такая вот у меня получилась масса после где-то полутора часа отстаивания в холодильнике я ее ставлю в микроволновку подогреваю перемешиваю слегка и взбиваю опять же в своем блендере до смотрю чтобы она стала теплая рабочая температура с которой нам нужно будет работать 35 36 градусов поэтому сильно не перегрейте массу я пропускаю сквозь сито для того чтобы избавиться от лишних пузырей воздуха которые там могли образоваться чем мелче у вас сито тем лучше у меня она не сильно мелкая поэтому у меня там один даже пузырик будет видно остался один несчастный пузырик но бросается в глаза на таком глянцевом гладком тортике вот у меня температура 36 градусов и я могу в принципе начинать уже работать со своим тортиком тортик у меня был предварительно заморожен он у меня ночь стоял в морозильнике я его достала достала поставил на подложку такую меньше диаметром чем тортик чтобы удобно было чтобы стекала по бокам моя глазурь взяла противень застелила его пленкой чтобы не убегала моя лишняя глазурь поставила чашечку и сейчас на эту чашечку поставлю тортик и буду поливать его сверху глазурью опять же тортик очень хорошо заморожен практически в камень и и начиная круговыми движениями вот так вот поливать тортик сейчас покажу вид сбоку как красиво и какая глянцевая глазурь получается посмотрите как сверху отражается ковшик которым я поливаю практически зеркало получается если у вас очень хороший замороженный тортик и температура глазури не превышает 35 36 градусов эта глазурь не сбежит у вас полностью с торта а она у вас хватится и боковушки будут одинаково темная как и вверх посмотрите какое зеркало у нас получилось очень красиво внизу мы ножиком подбираем вот эти вот сбегающие струйки которые останутся такими тягучими ножиками подрезаю и снимаю тортик на подложку сбоку я вот украсила крошкой надеюсь у вас обязательно все получится если вдруг что-то не указала спросите обязательно и постараюсь вам помочь ставьте пальчики вверх если вам понравилось это видео подписывайтесь на мой канал а с вами был кекс до новых встреч пока пока